Ты вернёшься когда-нибудь снова Одиноко и так незнакомо Ты вернёшься когда-нибудь снова Ко мне Да, вы всё правильно поняли. Этот выпуск о том, как я вернулся в пауэрлифтинг и не только к тренировкам, а вернулся на соревновательный помост после 15-летнего перерыва Этой весной во время пандемии я начал тренироваться и неожиданно для себя обнаружил, что во мне ещё остались какие-то силы и меня это очень сильно замотивировало Я решил узнать, сколько же там осталось и договорился с Антоном Солодовым, моим другом и с недавнего времени тренером о том, что мы будем идти вместе к цели за полгода добавить 125 кг к сумме Это будет 635 в 120 категории КМС по версии Федерации Пауэрлифтинга России ФПР Вот такую амбициозную задачу мы поставили и потихонечку идём к ней Примежуточным этапом стал турнир в Суздале по версии СПР Федерации И в декабре нужно будет выступить на чемпионате или Кубке Москвы, не помню уже по ФПР и поднять там КМС Никогда не поздно начать, никогда не поздно продолжить Пауэрлифтинговые все возрасты покорны Я снимаю силовые виды спорта и в частности пауэрлифтинг с 2006 года и никогда бы не подумал, что в 2020 я буду снимать выпуск о себе Вот уж действительно год очень необычный, очень странный но надеюсь, что этот год станет или стал уже переломным в моей жизни в моей судьбе Так что 2020 году большое спасибо В этом выпуске будет не только анализ моего выступления но и очень интересные мысли Антона Солодова Человек, который знает о паруэрлифтинге очень и очень много поэтому выпуск будет полезен абсолютно для всех Не забудьте поставить лайк Не забудьте подписаться на канал, если вы ещё этого не сделали Не забудьте поставить колокольчик если вы ещё этого не сделали Как говорится, поддержки никогда не бывает много поэтому заранее спасибо за вашу поддержку в комментариях Я уже очень много получил приятных отзывов и комментариев в соцсетях, в Инстаграме, ВКонтакте Сейчас вот запиливаем большой выпуск на Ютуб Поэтому заранее вам спасибо за эти комментарии И давайте попробуем спрогнозировать, сколько я смогу поднять в декабре Мы с Антоном Викторовичем уже сделали свои прогнозы Это в самом конце видео есть Интересно будет услышать ваши мысли Всё, всем спасибо Смотрим видос Дозвонился до Антона Солодова Сейчас посмотрим, что он скажет про моё выступление Я ожидаю, что будет чуть-чуть приятно и чуть-чуть неприятно Я считаю, что выступление твоё было вполне успешным Мне видится, что все задачи, которые мы с тобой ставили на это выступление Они были выполнены в полном объёме и даже перевыполнены У меня была задача одна, не обосраться Да, задача, наверное, была не обосраться Но в моём понимании, как тренера, у тебя была задача поднять 9 подходов И улучшить свои килограммы, которые у нас с тобой были получены На первой твоей полупроходке, которую ты сделал Встав, как ты говоришь, с диван Голову вверх, смотри Это вставаться было бы на этом учёт Из динамики Держишь хорошо, спинка, голова вверх А то, что я в приседаниях и в тяге позволил себе поднять на 10 килограмм больше Это хорошо или плохо, или я мразь всё-таки? Да нет, ну если ты чувствовал, что ты можешь сделать в этот день больше Почему этого не сделать? Те килограммы, которые я тебе написал в плане тренировочном Они, в моём случае, были взяты не то чтобы из потолка Но это был самый минимум, который мы должны были запланировать То, что ты поднял больше, ничего страшного Я только рад, что у тебя получилось реализоваться в полном объёме И, кстати, я бы не сказал, что это были предельные килограммы Потому что и в приседе был запас пятёрочка И в жире был запас пятёрочка Но в тяге там вряд ли был запас Тем не менее, по крупному счёту То есть, ты бы упёрся, может быть, ещё и плюс пять накинул Но это потолка То, что я себе позволил добавить на плюс 10 килограммов Я думаю, что это можно оправдать тем, что тебя не было рядом И, соответственно, ты не мог идеально всё просчитать Либо мне нужно было, как солдат, выполнить всю программу без изменений Любые результаты на соревнованиях всё равно после выполненного плана Они в любом случае прогнозируются Тут как бы, ну, это, мне кажется, очевидно Другое дело, что в твоём случае мы понимали, что мы выступали без, скажем, прям конкретной подводки к этому старту Это было спонтанное решение, принятое достаточно быстро И поэтому, как бы, именно мы не понимали, насколько ты реально готов Я Антону предложил за неделю до Суздаля там выступить Потому что я и так ездил туда снимать Когда Сергей Длужневский мне сказал, что турнир, на котором мы хотели выступить в середине октября Он отменяется, и я быстренько идею предложил Антон написал мне разгрузку недельную И всё, суперкомпенсация пришла То, что ты наработал, то и получилось То есть, ну, для меня, например, никаких сюрпризов не было Но сюрпризом стало то, что ты очень уверенно выступал, действительно И это говорит о том, что ты, скажем, к процессу подготовки подошёл серьёзно В общем-то, как и ко всему относишься, я думаю, к своей работе Конечно, конечно А ты знаешь, я на самом деле чувствовал, что будет не страшно, не сложно Потому что это всё-таки первый старт Никто от меня ничего не ожидал И я от себя ничего не ожидал И никаких не ставил там сверхзадач А мне кажется, вот второй раз будет оно как-то страшней Ну, во-первых, второй раз у тебя будут уже конкретные цели и килограммы Которые тебе нужно будет собрать, да, конкретно цифры, там, норматив кандидата Во-вторых, у тебя будут цифры в приседаниях ставить перед тобой Но в любом случае, те цели, которые ты поставил, ты поставил сам себе Поэтому, соответственно, там за... Ну, получится, ну, слава богу, не получится Значит, ну, на следующем соревновании Тут мы, скажем, забегаем чуть вперёд В любом случае, КМС-то, я надеюсь, не твоя, не последняя точка отчёта И впервые И дальше будет и мастер спорта, поэтому... Об этом скажет МРТ Ну, я считаю, что это действительно амбициозная цель Ради которой, наверное, есть смысл было вставать с дивана, блядь, и начать работать Понятно, может быть, я об этом когда-нибудь пожалею То, что я даже не встал, а я перекатился с дивана, упал на пол И что-то там повредил себе в голове, и пришёл в зал по этому А по движениям, если пройтись, как ты можешь прокомментировать? В техническом исполнении, в целом, приседания выглядят до сих пор не идеально Не идеально, потому что твоё плечо не даёт возможность тебе закладывать гриф, как бы мне того хотелось И сейчас, на сегодняшний день, ты приседаешь просто с высокой закладкой грифа Она бывает, может быть, средней, она может быть глубокой Но вот у тебя сейчас получается даже не средней Она у тебя получается достаточно высокое расположение штанги на спине И, соответственно, это... Ну, в твоём случае, конечно, чуть меньше Но, в любом случае, это немножко скрадывает у тебя результаты А мне кажется, что если я положу ниже, у меня будет вот эта популярная проблема, когда встаёшь тазом Вся эта популярная проблема, она же убирается на тренировках, если ты будешь за этим следить и, скажем, стараться Если буду присылать видео для отчёта тренеру Да, поэтому я думаю, что здесь не будет никаких проблем, нужно просто наработать движение Я не говорю, что это парнацея, да, и действительно за счёты... Ну, просто, как правило, показывает практика В любом случае, подобное расположение грифа на спине более выгодно для, скажем, поседаний в стиле лифтеров И в этом смысле, ну, есть возможность добавить ещё только за счёт этого Ты знаешь, вот я вот в день выступления у меня плечо вообще отлично себя чувствовало Я не знаю, что повлияло, либо то, что я сходил ко второму мануалу, который долечил то, что было недалечено первым Может быть, это аркоксия, которую я принимал как противовоспалительное Вот, но у меня... Я мог положить ещё ниже, вот, гораздо ниже, но я решил этого не делать Это правильно было сделано? Да, совершенно верно, потому что эксперименты делать на соревнованиях, ну, это точно не то, что на необходимое И выдумывать что-то вот прям по ходу пьесы точно не надо, тем более, если ты раньше этого никогда не делал Про приседания ещё есть момент, что про колени ты что-то говорил, да? У меня там какие-то проблемки На самом деле, я пересмотрел, кстати, ещё раз видосы Ну, ты знаешь... В первом подходе было больше всего? Да, это, скорее всего, было просто со страху и с некого там какого-то, ну, может быть, неуверенности Какой-то... Ну, всё равно, первый подход, он всегда первый подход, и зачастую так бывает Тем более, одно дело, когда ты постоянно практикуешься, выступаешь на соревнованиях 3-4 раза в году А другое дело, когда ты не выступал 15 лет И в этом смысле, я считаю, что здесь, наверное, повлияло больше какое-то такое минимальное волнение, которое присутствовало И оно, я думаю, сыграло свою роль Ещё интересный момент я для себя обнаружил, что после соревнований я решил вспомнить, кто меня судил И я даже не помню, кто сидел там спереди, кто сбоку, что, как, короче, я ничего не помню, ничего не видел Но хорошо, что хоть команды слышал Потому что мой товарищ, он в первом подходе даже вот команды не услышал И вернул штангу на стойке раньше времени Просто ты достаточно много был на соревнованиях Поэтому, я думаю, на тебя это как раз не было никаким удивлением Ты был к этому готов А то, что ты никого не слышал, ничего не слышал Наоборот, хорошо, это говорит о том, что концентрация твоя была на высоком уровне И в целом, в общем-то, все спортсмены, как правило, ничего не видят Они слышат то, что происходит вокруг, только есть ты и штанга Поэтому здесь, ну, это совершенно нормальное состояние любого другого человека Если было бы наоборот, я думаю, порван бы колени, связок И неудачный попыток было гораздо больше Тот факт, что я много очень видео снимал о паролифтинге, интервью много, да Там какие-то даже писал Можно сказать, что это помогло мне впитать какую-то информацию И потом показать это все на тренировках и на помосте Потому что я, на самом деле, сам был удивлен Что вот там, когда я с диваном встал То есть я был, ну, не совсем бревном А что-то у меня, как бы, ну, техника просматривалась какая-то Первое, это история про то, что ты в любом случае, как бы там кто-то ни говорил Ты в любом случае 100% обладаешь каким-то там генетическим потенциалом, да, достаточно высоким Просто потому что человек, который там, ну, заходил с периодичностью два раза в месяц в спортзал Один раз, это в лучшем случае Один раз Тем не менее, как бы у себя, ну, знаешь, для обычного человека Даже пускай с весом, там, собственного туловища больше 110 килограмм В любом случае показать результат, там, в приседаниях, там, без наколенников, без всего Там, порядка 180-190 килограмм Ну, ты знаешь, как бы, это уже о чем-то говорит Это первое, то есть в любом случае ты уже предрасположен был к этой работе Это первое Второе, то, что ты отметил, естественно И когда человек находится в теме, так называемой, да, то есть человек, когда находится в сообществе Он постоянно обладает, в его там, в его голову вливается информация О том деятельности, которым, скажем, ты пишешь и снимаешь свои интервью То мне видится, что в любом случае это не могло никак на тебя не повлиять И, ну, то есть, ты напитался определенным родом информацией Настроями, какими-то переживаниями, какими-то мыслями других людей Которые, в принципе, выступают на соревнованиях И то, что это тебе могло, это просто бесспорно Это бесспорно и это даже, мне кажется, глупо оспаривать Понятно, что сила, она уходит не очень быстро Но в то же время за 15 лет она должна была, ну, раствориться просто То есть, вот как это получилось, что что-то все-таки осталось Если я реально, ну, подбухивал довольно часто Малоподвижность, которая до сих пор сохраняется Я уже тебе говорил про это неоднократно Что вообще пауэрлифтинг в этом смысле и уникальный вид спорта Где люди иногда достигают каких-то там, ну, достаточно серьезных результатов Совершенно бестолковым, блять, безумным образом Потому что делают такую херен Но они потом за это расплачиваются, скорее всего Расплачиваются, но я тебе уверяю, далеко не все это первое Во-вторых, это вид спорта, как раз, понимаешь, в котором, в принципе Вот, генетическая твоя предосположенность, она играет достаточно большую роль Ну, наверное, меньше роль все-таки, чем в тяжелой атлетике Потому что, в моем случае, там, скорость, да, гибкость определенная Она достаточно тяжело развивается Сила развивается гораздо проще И самое главное, гораздо дольше, если смотреть на дистанции, да То в этом смысле, естественно, ну, на первую очередь В твоем случае вышла какая-то генетическая твоя предосположенность То, что ты когда-то потренировался Поэтому, что твое тело в любом случае, так или иначе, оно помнит то, что ты там делал Ну, еще раз повторяю, что даже для меня это было удивлением Когда ты мне прислал видео, в котором ты поседаешь 190 килограмм Я, честно говоря, искренне, что я был сильно удивлен Что спустя такое время ты смог сделать эти килограммы Потому что это на самом деле странно Ну, я надеюсь, что я дальше тоже буду демонстрировать какую-то странность Вот, и это будет выливаться в рост результатов Оно уже вылилось, я считаю, что ты очень прилично добавил За такой короткий режим уже так времени Используя каких-то там запрещенных методик А это правда Особо не форсируя Ты сказал, что ты начал заниматься по рейсингам только шестой или седьмой неделе тренировочной Я помню, ты говорил, что у тебя есть какие-то, как ты называешь, болванки, да, программы Вот, и ты подбираешь там отдельную, каждую болванку под конкретного человека И уже ее видоизменяешь там в процессе, да То есть, соответственно, и на мне ты то же самое применил Я помню, что сначала была одна программа У меня была присед-жим-тяга три раза в неделю Разные разновидности приседа-жима Да, да, да Ну, то есть соревновательная тяга, присед и жим были один раз в неделю А там вариации были по три раза Соответственно, это была как бы одна схема, да, потом мы перешли на другую Вот об этом можешь рассказать, как ты выбираешь и почему ты потом это меняешь? На самом деле, эта схема-то одна и та же Она не является двумя разными частями программы Частями программы Это действительно одна часть плана Просто этот план, он видоизменяется с определенной недели подготовки Здесь, ну, нельзя сказать, что это две разные проги Это как раз именно один тренировочный план Видоизменился на определенной интенсивности подготовки То есть так происходит почти у всех моих спортсменов То есть есть определенный уровень интенсивности, да, до которого ты доходишь именно в таком виде В котором ты работал первые там шесть-семь недели Кстати, многие удивлялись, даже не многие, а все удивлялись Говорили, ты что, ебанулся, что ли, делать три тяги, три жима, три приседания в неделю Ты так сдохнешь скоро На самом деле, классическое троеборье подразумевает достаточно частое исполнение соревновательных движений Я не знаю, кто это придумал, что это много Если вы посмотрите, например, тренировки штангистов Классических штангистов, да, я имею в виду чужой атлетики То вы сильно, блядь, убедитесь, сколько раз в неделю они тренируются Не надо мне рассказывать про сборы, там, про все это, ботфу, да, блядь, начнутся там У них другие условия, такие же условия, как у нас Классический поворотник гораздо ближе, ну, по своему, скажем, восприятию К, ну, да, по своим там методикам, ближе к тяжелоатлетике классической Поэтому как раз частота выполнения движений соревновательных Она и является, скажем, определенным фундаментом роста результативности впоследствии В любом случае, чем больше ты делаешь подъемов, тем лучше становится твоя техника Это тоже важно Конечно, конечно, и на это как раз направлены подобного рода планы И ведь я не могу сказать, что это я их придумал Эти планы еще были, там, не знаю, в начале 90-х годов И все люди, у которых я получал знания Ну, не все, скажем, а многие тренировались подобным способом И из тех фамилий, которые до сих пор сейчас на слуху И которые работают, и Сергей Викторович Иванов Так, достаточно много тренируют людей И Миша Фролов, насколько я знаю, тоже достаточно часто применяет подобную методику И, не знаю, там, ну, из тех, кто на слуху просто Поэтому, ну, может быть, у нас разная, там, скажем, процентовки, да И разное, там, скажем, принятие от этих, там, упражнений трех в одну тренировку Мы, наверное, по-разному это делаем Тем не менее, в этом смысл весь заключается Что ты работаешь в трех движениях, как и на соревнованиях И ты подстраиваешь всю свою работу, всю свою тренировочную деятельность Именно под работу на соревнованиях Ты моделируешь, да, соревнования? Конечно, ты моделируешь, да, ты моделируешь соревнования каждый раз То есть, и я тебе по секрету скажу, что это действительно помогло Достаточно большому количеству моих учеников Не разваливаться к тяге, а, скажем, подходить туда более свежим Другое дело, что, например, за меня говорить не будем Потому что я спортсмен уже достаточно посредственный Последние, там, года Поэтому у меня зачастую, там, как раз проскакивает Большое количество неудачных выступлений Тут никак это не связано, там, с подготовками А именно, там, скажем, с моей занятостью А в целом, ребята, которые тренируются Все почувствовали на себе эффект именно подобных вещей Это ведь планы тоже, которые родились не вчера Они, например, ты знаешь, как я, там, свое какое-то восприятие Там, тренировочных планов в пауэрлифтинге Долго формировал И там какие-то были вариации разные И начитывался, там, и наслушивался, так называемый Напитывался Эта информация так же, как и ты И поэтому это тоже все пришло не сразу и не быстро И, в любом случае, я до сих пор формирую, там, какое-то, ну, представление о том, как должно быть И оно не останавливается ни на секунду Ты всегда что-то думаешь Ну, то есть, что еще можно применить Именно, что даст результаты Не то, что, там, даст, знаешь, возможности Разнообразить просто тупо какой-то план Разнообразить только потому, что тебе надоело Да, да, ну, то есть, не пас ради паса, блядь, понимаешь, как в футболе А именно ради того, чтобы был какой-то КПД от того, что ты сделал Слушай, я думаю, что ребята, которые сейчас смотрят это видео Они задаются только одним вопросом Где можно взять эти планы с Олдова, если они так классно работают Будет книга какая-нибудь или методичка? Либо ты жадный? Мне кажется, что я еще не достиг того уровня При котором я должен начать заниматься каким-то бумагомаркельством Просто потому, что я считаю, что этим нужно заниматься Тогда, когда ты сделал все с точки зрения практики И, ну, можешь себе, наверное, позволить эти вещи делать Без отрыва от собственного производства какого-то И, ну, прежде всего, подобное написание требует Большой, скажем, именно фундаментальной базы знаний Которую ты построишь за годы твоей работы Ну и плюс на данный момент, я думаю, ты еще не чувствуешь Что у тебя есть моральное право это делать Я и пытаюсь об этом сказать, да То есть, это действительно, ну, я не буду там себя ставить В ряд каких-то великих людей, которые написали книжки О, там, тяжелоатлетике, пауэрлифтинге Я считаю, что я этого еще не заслужил Три-ти пять лет еще пока рановато Надо подождать немножко Ну, да, писать книжки в таком возрасте, я думаю Это уже значит тебе писта Причем как в плане прогресса, так и в плане мозгов То, что там находится Про жим мы ничего не сказали В жиме, на самом деле, я тоже очень удивился Что, ну, даже 145 пошли прямо легко Ну, кстати, большую роль сыграла Ну, то есть, понимаешь, твоя информационная наполненность В твоей голове, то есть, в принципе Ведь я по большому счету только тебя направлял А ты уже сам многие вещи, так скажем, экспериментировал прямо в зале И я просто визуально уже понимал, да, что заходит А что не заходит То, что нужно дальше продолжать А то, что не нужно дальше продолжать Я позволю себе Антона перебить Скажу, что вот в этой подготовке я понял, что на самом деле Жим лежа самое сложное упражнение Это просто ад У тебя нет ориентиров никаких Ты просто смотришь потолок Если одно малейшее какое-то отклонение Там влево-вправо Все, ты уже дурью не вытянешь Поэтому это реально И столько много нюансов надо помнить Это просто караул Плечи, локти, ноги, жопа Там ужас, просто ужас Ну, здесь просто всегда момент Какой присутствует То есть, ты знаешь, как Многие же люди просто поднимают штангу А вот человек здоровый просто, понимаешь Вот он здоровый, он сильный Мы пытались с тобой как раз и разучивать технические особенности жима Знаешь, такие современные Да, как бы И тот же самый подворот кистей То же самое сведение там лопаток правильное Да, и опускание грифа по самой кратчайшей траектории И, соответственно, ну, много нюансов было Которые мы пытались использовать в этой работе Поэтому здесь, ну, я считаю, что все то, что мы использовали Оно попало в цель Пускай, может быть, не сразу во время подготовки Но, тем не менее, результат Дает понять нам о том Что мы двигаемся в правильном направлении И нужно шагать именно туда Давай-давай Ура! А по плечам, по плечам вот у меня вопрос Вот я не знаю, что будет дальше, когда я начну поднимать Да, какова вообще тактика Обращения и ухаживания за своими плечами Потому что, ну, понятно, что у меня там проблемы какие-то есть Я не знаю, то, что сейчас не болит Хорошо это или плохо И что делать, если потом опять заболит А оно заболит обязательно Ну, потому что мобильность у меня По-прежнему, как бы, она деревянная Ну, я тебе скажу по секрету По поводу твоей мобильности Вряд ли твоя мобильность сильно станет лучше И вот прям, знаешь, ты ее сможешь там улучшить Нет, смотри, ну, есть гибкость, а есть просто проблемы По медицинским показателям, да? Вот если их исправить, например, там Что-то с ухожилиями, что-то с мышцами Ну, просто в паспорт заглядываешь Понимаешь, что у тебя 38 И ты, как бы, прошел определенный путь Бездействия, да, как бы И о каких-то пути, каких-то ошибок И некоторые ошибки ты исправить уже не можешь Сиддикова я не стану Ну, это очевидно Поэтому в этом смысле здесь не нужно Просто искать какой-то опять Знаешь, там, суперметодики Супертренера с Луны Или таблетки из НИИ какого-нибудь, да? Который ел и все поднял, блядь Здесь просто нужно продолжать работать В том же ракурсе, который мы выбрали Соответственно, если есть возможность улучшиться Ну, там, по каким-то показателям Конечно, нужно улучшаться Другое дело, что, ну, реально Есть там проблемы с плечами Я вот тоже постоянно там, скажем, знаю Что у меня есть проблемы Я постоянно работаю там с резинами Каким-то образом пытаюсь там Свои эти проблемы нимелировать Когда они у меня появляются Они ведь тоже появляются непостоянно Бывает, что жмешь там Какие-то килограммы Никак себя не проявляет Какую-то подготовку вообще Никак себя не проявляет Отсюда результат появляется А бывает, что, блядь, там, не знаю С 220 килограмм начинают мучиться Поэтому тут, ну, надо решать проблему По меру их поступления А то, что я полчаса разминаюсь Растягиваюсь перед тренировкой Это, ну, в моем возрасте Это абсолютно нормально Даже не то, что в возрасте Для всех Я тоже так делаю И много кто так делает Ты не поверишь Ну, несмотря даже на возраст И на какие-то проблемы На самом деле Я очень сильно жалею Что у нас в свое время Не научили, скажем Внимательно относиться К этим вещам На самом деле Это огромное подспорье Для того, чтобы Впоследствии Не наделать Очень больших там ошибок Которые приводят к каким-то травмам Я вспоминаю Когда я тренировался В студенчестве Вот, 15-20 лет назад Я приходил в раздевалку Через 2 минуты я был в зале И через 3 минуты Я уже поднимал рабочие веса То есть там не то, что разминки не было Там, ну, вообще ничего не было Ну, я говорю, что Просто сейчас На самом деле У нынешнего поколения спортсменов Которые сейчас только начинают тренироваться На самом деле Людей, кто хочет поднимать штангу Вот по-честному У них вроде как много Вроде как и много Но все не останавливаются На каком-то таком уровне Ну, достаточно невысоком И сейчас На самом деле Если ты попадаешь К хорошему там специалисту Вот именно Да, который Обладает уже большим количеством знаний То это спасает От огромного количества ошибок Не только Там, с точки зрения Планированного тренировочного процесса И твоего результата В килограммах, да Которые формализуются Но и твое здоровье Которое ты впоследствии Можешь сохранить А самое главное Что люди просто Впоследствии понимают Чем ты Чем ты больше сохранился В начале пути Тем дольше ты будешь На помосте И показывать результат Который Ну Будет тебе позволять Выигрывать И быть там В обоим Вот и все Вопрос про тягу Получается, что у меня Обычно в классике Тяга всегда больше Чем в приседаниях У меня нет Чем результат приседания У меня по-другому Это связано как-то С силовыми качествами Либо отдельных мышц Либо рычаги у меня Не совсем хорошие Во-первых Начнем с того Что тягой Ты вообще не занимался Очень много времени Соответственно Это первая причина По которой тяга Ну скажем Уступает Как ты говоришь Приседаниям Это раз Во-вторых Ну я тебе по секрету скажу Наверное и 25 бы зашла И было бы Не уступала Было бы наравне А для классического Троеборья В принципе Равнозначность тяги И приседания Это вполне себе Обычная Обычная вещь Есть конечно Выдающиеся спортсмены Которые там Скажем Выдающиеся не в смысле Там самые великие А выдающиеся из общей массы Которые действительно В тяге там Показывают большие килограммы Но это опять же Связано даже с наличием Ну наличие их Собственного веса Да Какого-то небольшого То есть как правило Либо это женщины Либо это Весовые категории Такие до 105-120 Вот Поэтому в этом смысле Ну я не могу сказать Что Как бы Тяга твоя Сильно отстающая От движения Просто к ней Ну нужно немножко Больше внимания Уделить по времени Я имею в виду На дистанции А в плане длины Длины конечностей Где у меня есть преимущество Где Это тоже Это тоже Ну скажем Определенную роль играет Твои конечности А эти конкретнее? Жирает Да меньше Нахуй Юбаный В рот Топузат Блять Хуй То есть это не конечность Это выпуклость моя Короче Ну на самом деле Пузо все равно Так или иначе Ну мешает Правда Тут ничего Как бы то ничего не говорило Все равно Живот Блять Мешает Смотри Руки короткие Короткие спина Значит для приседания Это хорошо И для жима Это хорошо Руки короткие Ну Короткие руки Хорошо Хорошо только для жима В приседаниях Ну скажем Нейтрально Тяги не очень удобно Смотри Какой у меня еще вопрос Есть Многие Кто писали Кто комментировали В видео Моего выступления Писали Что с третьих Подходов Можно было начинать Но это Обманчивое Наверное Скажем так Впечатление Потому что Визуально Все спортсмены Поднимают по разному Предельные веса И это не значит Что если визуально Кажется Что ты поднял легко Не значит Что там у тебя Был запас 40 килограмм Это утопия Абсолютно точно Лучше закончить В девятью попытками Да Удачными Чем Начать И закончить У нас Ставили другие Совершенно задачи И мы их Выполнили на 100% На самом деле 9 из 9 Если ты делаешь Это очень здорово С точки зрения психологии Это В копилочку твою Идет Советновательную В этом вся И была задача Понимаешь Наша с тобой Почему твои килограммы Были написаны такими Какие они были написаны В плане Что именно Они должны были Создать тебе Правильный Скажем Твой Ментальный настрой На дальнейшую работу Понимаешь И в этом все и заключалось Просто И почему Они были такими Написаны Соответственно Получив результат 100% Ты его получил 100% Даже с перевыполнением Ты сейчас Начинаешь новую подготовку С совершенно другим настроем Понимая то Что все получилось Я делаю все верно Я делаю все правильно Нужно двигаться дальше И в этом весь был смысл Все этой работы И почему была выстроена Тактика на соревнования Таким образом И ничего удивительного В этом я тоже не вижу А Ну Те кто пишут Надо было начинать Ну Понимаешь Спешить Нужно торопиться Нужно медленно Поэтому Потихонечку Потихонечку За шаг за шагом Я думаю Что Мы придем к той цели Которая необходима И опять же Исключая возможные Травмы Болячки И подобные Там Отбросы назад За счет Тех неприятных событий Которые могут случиться Я еще купил электрогриль Я сейчас начну есть мясо Много мяса Это будет просто Мой допинг легальный Потому что с мясом У меня проблемы Вообще Всегда Всю жизнь были Я очень мало мяса ел Прогнозы Дело неблагодарное Но я сейчас скажу Цифры Которые я хочу поднять И я не знаю Я могу это не включить Естественно на выпуск Только потом Но пускай останется в записи Хотя бы Я хочу поднять 260 165 И 240 В декабре В декабре будет Охуел совсем В декабре будет 250 150 150 160 Потолок И в тяге будет Наверное При таких ногах При мягком Ну я думаю Что 35 Потолок Может быть 40 Может быть 40 А что при мягком Гриф то будет Твердый Жесткий Я говорю Что сейчас Ты потянул при мягком Грифе Там он будет другой И будут большие ноги Понимаешь Я уже об этом говорил Неоднократно Кстати секунду Секунду Извини Большие ноги Это что значит Почему очень важно Сделать приседания Ну скажем Налегке Редко удается делать Третьи попытки Понятно Что это достаточно Тяжелая задача Тем не менее Люди Которые встают Третьи попытки Скажем Не отдав Все Дай всю свою жизнь Они к тяге Подходят совершенно другими И в этом как раз И заключается Тактическое мастерство Тренера Особенно в экипировке Как ты отработаешь Приседания Очень много Влияет на результат Становой тяги Бывает 2,5 килограмма В приседе Который вырвешь Из того света Из могилы Встанешь В итоге В тяге Ты минус 15 Просто отдашь И так Так часто бывало Не только у меня У других спортсменов И у моих учеников Поэтому в этом смысле Как раз Тактика выстраивания Подходов На соревнованиях Она играет огромную роль А в этом заключается Мастерство любого специалиста Который с тобой работает И не только чутье Но и как раз Понимание того Как должно быть И понимание тебя Как спортсмена И скажем В подготовке Когда ты его видишь Как он готовится Как он поднимает Каждый подход Каждый подъем И это тоже является Как раз Основной частью Работы со спортсменом Прежде всего Как раз Сколько ты его чувствуешь И знаешь Чем он может Закончить по итогу Но мы оставляем Три тренировки в неделю Пока да Не надо тебе больше Наход и надо Нет Так я не хочу больше В том-то и дело Не то что я Не вывожу А просто ну реально Уходит много времени А у меня еще есть Как бы жена С ребенком Есть работа Есть еще Ютуб канал Который из-за тренировок Конечно же Стал чуть-чуть Чуть менее активным Но все-таки Это вопрос о здоровье И об интересах Очень много было вопросов Почему я выступаю В альтернативе Несмотря на то Что объявил Что буду в ФПР выступать Тем более Что Антон Викторович Приверженец ФПР У него нету Никого из альтернативы Я поясню Что я ни разу В ФПР не выступал Поэтому имею право Выступить в альтернативе Сколько угодно раз И потом прийти в ФПР Это если ты выступал в ФПР Потом уходишь в альтернативу Чтобы вернуться в ФПР Естественно Тебе нужно год перекурить Антон Были какие-то проблемы У тебя В этом плане Какие-то недопонимания Со стороны Президиума Или ФПРщиков Так называемых Нет В любом случае Там недовольные Это всегда Появляются Люди Которые Ну немножко Не знаю У нас же как В стране Чужой Блядь Чужой успех Еще никогда Никого не радовал Поэтому Почему-то К сожалению Многие вещи Как бы Воспринимаются Как-то С таким Каким-то С большим С большой долей Негатива То есть Несмотря на то Что ты уже довольно Опытный человек В Парлифинге Ты все равно Не мог Предугадать Что будет Именно так Как оно случилось То есть Было много Завистников Да не то Что много Завистников Просто люди Начали этим Каким-то образом Бравировать А для чего Это делается Мне очень понятно Понятно что есть правила Правила должны быть Для всех Но Знаешь Назвать Тренером Спиридонов То что Спиридонов Уступает в альтернативе Или там Альтернативщиком А то есть Была проблема В этом плане То что ты Числишься моим тренером Ну да В этом как раз Вся и проблема Что Ну понимаете Какой тренер Тренером Можно называть Человека Когда он Проходит спортивную Подготовку Официально В каких-то документах Да Работает со спортсменом Каждый день И вот это можно Я по большому счету Консультант И не тренер Во-первых Во-вторых Поэтому соответственно Здесь Ну как бы Такая история Именно поэтому В протоколах Написано Что Спиридонов Тренируется самостоятельно И небольшой вольности Мы позволяем себе Только в сети В инстаграме Даже от этого Там многих Да Подгорает периодически Поэтому Ну что сделаешь Как бы Есть просто официальные Там скажем Ну люди К мнению которых И к замечаниям которых Я прислушиваю Если для меня они важны Просто потому что Я уважаю этих людей Скажем Я с ними работаю много лет И они знают Меня там Не знаю С 14 лет А есть люди Которые просто Ну на этом Опять начали Какой-то ловить спойлер Там начали что-то Говорить говном Обмазывать и федерацию И там Еще какие-то вещи Вот это уже странно Короче я напомню Что ты витиевато Скрываешь то Что уже Какой-то серьезный разговор Был у тебя Ну да Естественно Оно там Пожалили Постебали Что как говорится Я Тренер Спиридонова Альтернативщик Ты альтернативщик Просто Понял Весь наш разговор Могу подытожить Такими словами Что я очень Доволен Что жизнь моя Поменялась К лучшему Надеюсь что она изменится Еще лучше К лучшему Спасибо что ты Помогаешь на этом пути Это прям вообще Кайфово Без проблем Без каких-то А я знаю Какие бывают тренеры Вот Я Мне очень комфортно Не ощущаю Никакого давления Груза Вижу килограммы Поднимаю их И то что мы с тобой Давно знакомы Это помогает В том плане Что мы быстро Находим общий язык Когда у тебя Были соревнования Блять В субботу Прошлую Чувствую Какой день Четверг В зале Ты до сих пор Не был Мешок Ну я Я почиваю На лаврах И отдыхаю Все Я погнал в зал Ребята Спасибо за просмотр Вот это Вверх Антону Викторовичу Большое спасибо Пишите Если хотите Быть Такими же Сильными Красивыми Как Антон Викторович Да приводит с вами Сила Хуни какую-то Наговорил Ну это Ладно Я намонтирую Не надо Не надо Меня рекламировать Нахуй надо Не надо Не надо Я не люблю Антон Викторович Не любит Чтобы его рекламировали Поэтому я скажу Что планы Которые он мне присылал Я не выполнял Я все делал Сам По наитию Просто По большой дружбе Я везде пишу Что он тренер Не важно Как Не чайно Но только Я Смогу Понять Почему Ты вернешься Опять Ты вернешься Опять Ты вернешься Ты вернешься